Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владею личного подсобного хозяйства. И сегодня мы поговорим о крыжовнике, а именно об уходе за крыжовником в осенний период. И расскажу о том, как правильно обрезать куст и подкормить, чтобы в следующем году у вас были крупные и сладкие ягоды. Первым делом нужно приступить к обрезке. Нужно удалить старые ветви. Это ветви старше 7-10 лет. Ведь крыжовник способен долгое время плодоносить на своих ветвях. В отличие от смородины, ветви которой становятся старыми уже на 4-й год. Отличить старые ветви от хороших плодоносящих и здоровых можно по внешним признакам. Зачастую они покрыты лишайниками и имеют черный цвет коры. Такие ветви обязательно вырезаем и удаляем. Также следует удалить все тонкие, слабые и сломанные ветви. Они будут лишь загущать куст, он будет плохо проветриваться и будут возникать различные заболевания. Также стоит обратить на засохшие ветви. Если ветвь полностью засохла, скорее всего она поражена стеклянницей. Вредитель проедает ходы в древесине и ветвь засыхает. Такие ветви в обязательном порядке удаляют с куста и сжигают. После обрезки куст должен иметь опрятный внешний вид, чтобы он хорошо освещался солнцем и проветривался. Для нормального плодоношения достаточно оставить на кусте крыжовника 18-20 ветвей различного возраста. В этом случае урожай будет отличным. После обрезки нужно приступить к очистке приствольного круга. Из приствольного круга нужно удалить все опавшие листья, сорняки и старую мульчу. Ведь они будут служить лишь источником распространения заболеваний и отличным укрытием для зимовки вредителей, а также грызунов. Всю мульчу и листья убираем и выносим на компостную кучу, либо сжигаем. Когда кустик приведен в порядок, нужно приступить к новому мульчированию. В осенний период лучше всего использовать перепревший компост, либо навоз. Под взрослый куст крыжовника нужно внести примерно 2-3 дистилитровых ведра перепревшего компоста. Компост будет утеплять корневую систему, а также послужит отличным питанием в следующем сезоне, и ягода будет крупной. Не стоит забывать и про обработки от болезней. В осенний период очень часто грибковые заболевания поражают крыжовник, но помогут медсодержащие препараты. В осенний период лучше всего использовать бордосскую жидкость, 3% раствор. Даже если на крыжовнике еще есть немножко листья, они уже практически осыпались, а почки сформированы. Поэтому раствор в сильной концентрации никак не навредит нашему кусту. Обрабатываем всю крону, и крыжовник будет в безопасности. У многих садоводов растут кусты крыжовника. Вроде и вкус ягод хороший, но размножить крыжовник не получается, забыли название сорта и нельзя приобрести в питомниках. Но крыжовник можно очень легко и быстро размножить самостоятельно с помощью отводки. Выберите сильную ветвь, пригните ее, закрепите прищепкой металлической, либо вот таким деревянным колышком к земле, и засыпьте ведром земли. Все, в следующем году эта ветвь пустит корни, осенью ее можно отделить от маточного куста и посадить в новое место. И у вас будет еще один кустик крыжовника. Покупать ничего не придется. В принципе, отводку можно делать и весной, но весной, как правило, хватает другой работы в саду. Поэтому можно и лучше сделать отводку в осенний период. Обязательно позаботьтесь о крыжовнике в осенний период, чтобы в следующем году собирать хороший урожай вкусных ароматных ягод. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!